Для того, чтобы открыть документ Photoshop, можно воспользоваться разными методами. Первый из них это воспользоваться пунктом меню файл, открыть. Здесь же подписана комбинация горячих клавиш, Ctrl-O, для того, чтобы открыть документ. После того, как мы выберем команду открыть, на экране появится диалоговое окно, которое позволит выбрать вам папку хранения ваших документов, а также задаться форматом этих документов. Если у вас в этой папке хранится разнообразная информация, вы хотите рассматривать только графические форматы, вы можете открыть вкладку тип файлов и выбрать необходимый графический формат документов, с которыми вы хотите работать. Например, формат JPEG. И далее можно, выделив необходимое количество документов, их открыть. Для того, чтобы не проверять содержимое каждого документа, отдельно можно выбрать тип отображения и эскизы, для того, чтобы увидеть содержимое графических документов. Если вам необходимо открыть несколько документов непоследовательно из группы, необходимо зажать клавишу Ctrl на клавиатуре и выбрать необходимые документы для открытия. Нажав кнопку открыть, произойдет открытие документов. Это первая возможность открытия документов. Вторая возможность, не используя комбинацию клавиш и пункт меню файл, можно активировать диалоговое окно открытия файлов двойным щелчком левой кнопки мышки по рабочему полю программного продукта Photoshop. Открывается тоже диалоговое окно открыть. В комплект поставки Photoshop входит еще один интересный программный продукт, называющийся Adobe Bridge. Он служит для комфортного просмотра графических документов, а также вывода их информации технического характера. Для того, чтобы открывать документы, можно пользоваться данным программным приложением. То есть выбрав необходимый документ в окне данного программного приложения, достаточно осуществить двойной щелчок левой кнопки мышки, для того, чтобы данный графический документ был открыт в программном продукте Photoshop. Кроме этого, существует еще одно небольшое приложение, которое называется Mini Bridge. Оно интегрировано в сам программный продукт Adobe Photoshop. Чтобы его активировать, необходимо зайти в пункт меню окно расширения и выбрать данный пункт меню Mini Bridge. Mini Bridge представляет собой небольшую версию программного продукта Bridge, который уже интегрирован в виде кнопки на панели. Также присутствует возможность использовать проводник операционной системы для открытия документов. Для того, чтобы открыть необходимый документ в Photoshop, необходимо просто взять мышкой, левой кнопкой мышки ухватить документ и перенести на рабочее поле Photoshop и там его отпустить. Можно также использовать файловые обозреватели, для того, чтобы таким же методом осуществлять открытие переносом на рабочее поле графического документа. Очень часто после сканирования изображений необходимой операцией является разворот и отсечение ненужных частей изображения. Давайте рассмотрим, каким образом можно развернуть изображение. Для того, чтобы развернуть изображение, можно воспользоваться командой изображения поворот холста, вернее вращения изображения. Как мы видим, здесь есть возможность выбрать стандартные углы поворота в 180, 90 градусов по и против часовой стрелки, отразить горизонтальное и вертикальное изображение и повернуть изображение на произвольный угол поворота. Например, мы можем повернуть на угол поворота 45 градусов против часовой стрелки. Таким образом, наше изображение было выровнено относительно границ документа. Осталось отбросить ненужную часть документа. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который называется инструмент «Рамка». Или в литературе он чаще описан как инструмент кадрирования. В общем-то, и то и другое является одним и тем же инструментом. Давайте рассмотрим, как с помощью инструмента «Рамка» выполнить операцию отсечения ненужной части изображения. Как только мы активируем инструмент «Рамка», сразу же изменяется сверху панель атрибутов данного инструмента. Также на изображении установлена ограничительная рамка в размер самого изображения. С помощью управления этой рамки можно указать область, которую необходимо оставить. Можно регулировать эту область с помощью управляющих элементов на самой рамке. Либо же есть возможность самому указать ту область на изображении, которую необходимо оставить. После того, как выбранная область нас удовлетворяет, можно завершить процесс двумя методами. Первый метод – это применить изменения, для чего достаточно выбрать данную кнопку «Применить» на панели атрибутов. Можно нажать на клавиатуре клавишу «Энтер». И можно осуществить двойной щелчок мышки левой кнопки мышки внутри ограничительной рамки. Та часть документа, которая была ей ограничена, останется. Остальная часть будет отброшена. Также есть возможность отказаться от выполнения данной операции и вернуться в оригинальный документ. Для чего можно нажать кнопку «Отменить» на панели атрибутов. Это перечеркнутый круг. Либо нажав на клавиатуре клавишу «Эскейп». И мы возвращаемся в оригинальный документ. Как видно из изображения, та часть документа, которая будет оставлена, она показана ярким оттенком. Та часть, которая будет отброшена, она показана более тусклым оттенком. Давайте подробно рассмотрим, какие же свойства есть. Есть возможность регулировать, используя данный инструмент. Во-первых, можно задаться пропорциями данной рамки, предложенными здесь. Здесь пропорции могут быть заданы как в процентах дробными числами, так и в пикселях или дюймах из соответствующих вкладок. Если нам необходимо работать очень часто с объектами одинаковых размеров, но эти размеры отсутствуют в перечисленных шаблонах, можно самому задать в поле ввода необходимые размеры и создать шаблон на основе этих размеров, который будет использован дальше. Нажав кнопку новый шаблон, задав ему здесь название и впоследствии этот шаблон можно будет использовать на разных документах. Далее есть возможность поменять высоту с шириной, для чего используется данная кнопка со стрелками. Также есть возможность использовать горячую клавишу X, для того, чтобы менять ширину с высотой. Во время процесса кадрирования есть возможность перемещать изображение внутри рамки. В предыдущих версиях все было наоборот, перемещалась сама рамка, а не изображение. В этой версии можно указать область необходимую, перемещая само изображение. Ограничительная рамка остается на месте. Также внутри рамки есть сетка наложения. По умолчанию Photoshop показывает сетку 3х3. Но это можно изменить, используя управляющую кнопку на панели атрибутов. Вот стоит сетка 1х3. Можно выбрать другие виды отображения сеток. Кроме того, что можно задаться другими видами отображения сеток, можно и регулировать само отображение сетки. Например, если выбрать автоматическую показывать перекрытие, то сетка будет активна лишь в момент изменения размеров ограничительной рамки. Если же выбрать пункт «Никогда не показывать», то сетка не будет показана. Для того, чтобы сетка всегда отображалась, выбирается пункт соответствующий. Также инструмент кадрирования может быть использован для того, чтобы вращать и выпрямлять изображение. Например, если нам необходимо на произвольный угол развернуть наше изображение, мы выводим указатель мышки за ограничительную рамку, зажимаем левую кнопку мышки и начинаем вращение изображения до необходимого угла поворота. Также есть возможность использовать режим выпрямления. необходимо зажать кнопку активации этого режима и на изображении провести прямую, по которой будет осуществлено выпрямление графического изображения. Интересным нововведением данной версии стало то, что есть возможность указывать, каким же образом с технической стороны будет осуществляться отсечение изображения. Будут ли удаляться пиксели изображения полностью после команды кадрирования, как сейчас. активируя данную команду, мы впоследствии видим, что вся часть изображения была отсечена. Или же есть возможность не удалять отсеченные части изображения. Для этого нужно отключить галку, соответствующую на панели атрибутов, произвести процесс кадрирования, после чего, опять-таки, используя команду кадрирования, можно увидеть, что изображения таки присутствуют, и отсеченные пиксели на самом деле не удалялись, а были сохранены. Осталось рассмотреть панель дополнительных свойств данного инструмента, которая позволяет переключаться в классический режим, которая позволяет задавать, каким образом будет задана тонировка отсеченной области. Можно выбрать другой цвет, любой другой цвет. и степень прозрачности этого цвета. Также есть возможность показывать отсеченную область на экране во время процесса, или не показывать. Это регулируется соответствующей кнопкой. И устанавливать автоматически центрирование изображения относительно рабочего поля во время работы. Пожалуй, рассмотрение данного инструмента на этом можно завершить. Для кадрирования изображения можно использовать и инструменты выделения и соответствующую команду. Например, выделив необходимую часть документа, которая мне нужна, я выбираю команду изображения «Кадрировать». И остальная часть изображения просто отсекается. Рассмотрим еще один инструмент кадрирования, который называется «Кадрирование перспективы». При наличии на изображении дефектов такого плана можно воспользоваться данным инструментом для того, чтобы попытаться от них избавиться. Во время работы с данным инструментом необходимо указать область изображения, которую необходимо исправить. После этого инструмент может отображать ограничительную рамку с сеткой либо без сетки. Кому как удобнее, тот такой тип работы и выбирай. Далее, за соответствующие маркеры можно подогнать сетку под размер соответствующего изображения. При этом можно пользоваться клавишами «Контур», «Шифт», «Альт». После того, как сетка подогнана под изображением, нажимаем кнопку «Применить» или «Энтер», или щелкаем левой кнопкой мышкой два раза внутри данной области. Исправление перспективы произошло, но вы можете заметить, что изображение реалистичным все равно не стало. То есть, скорее всего, после использования данного инструмента необходимо будет еще инструментом трансформирования каким-то образом вручную задаться реальными пропорциями изображения. Рассмотрим, каким образом можно работать с физическими размерами уже существующего изображения или документа. В фотошопе присутствуют два понятия. Это «изображение» и «холст». Давайте рассмотрим, чем одно понятие отличается от другого. Что же включает в себя изображение, точнее говоря, размер изображения? Размер изображения включает, как мы можем увидеть из команды изображение, размер изображения, ширину и высоту. То есть, по горизонтали и по вертикали физические размеры изображения. Соответственно, меняя эти физические размеры изображения, мы с вами будем менять и размер изображения в целом. Данный пункт «Сохранять пропорции» позволяет во время изменения размеров сохранять пропорции графического изображения или не сохранять. Отключив его, я сейчас изменю каким-то образом пропорции графического документа и мы увидим, что изображение было тоже изменено. Во время изменения размеров изображения вся графическая его составляющая точно так же изменяется. Давайте же рассмотрим, что будет, если я попытаюсь поменять размер холста. Первоначально размер изображения и размер холста совпадают. Но, если мы с вами зададимся другими размерами холста, физический размер документа будет увеличен, а само изображение останется нетронутым. То есть, в данном случае было добавлено рабочее пространство. Но изображение было нетронуто. Искажение на нем не наблюдается. Вот основная разница между размером холста и размером изображения. С помощью команды изображения размер изображения можно менять, сохраняя пропорции и сохраняя пропорции стилей изображения и разрешение. То есть, количество точек на единицу длины. Иначе, говоря, техническое качество изображения. А также метод интерполяции данных, который задействуется, если мы увеличиваем размер изображения. Из лекции о растровой графике вы знаете, что при увеличении размера изображений добавляются дополнительные точки с цветом, там, где их не было. И программа Photoshop сама дорисовывает эти недостающие части изображения по каким-то вот таким вот алгоритмам интерполяции данных. Изменяя размер холста, мы с вами можем работать в двух режимах. Задавая абсолютное значение, то есть увеличивая определенное количество, на определенное количество пикселей по вертикали или по горизонтали этот документ. Либо же работать можно с помощью задания относительных координат. То есть в данном случае я, например, хочу добавить по ширине допустим 20 пикселей слева и 20 пикселей справа. я пишу значение 40 пикселей и с помощью расположения выбираю каким же образом будет задано новое рабочее поле пространства. Например, я могу добавить справа эти 40 пикселей указав вот таким вот образом стрелки показывают правую часть. С этой же части 40 пикселей будет добавлено. или же если я хочу равномерно добавить по 20 пикселей справа и слева я оставляю в таком положении когда стрелки показывают распространение повсеместное. Или же по высоте я хочу добавить по 50 пикселей сверху и снизу я пишу значение 100 выбираю каким образом стрелки будут расположены то есть от центра во все стороны и нажимаю кнопочку ОК. Таким образом мы получаем вот такое рабочее пространство заданной ширины.